Кстати, во время общения с участниками съезда Федерации профсоюзов, глава государства коснулся и актуальной темы, которую активно обсуждает в СМИ и обществе распространение коронавируса. Благо, если уже говорить на эту тему, нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат, ни шуму, ни пыли, хотя делаем все то, что делают даже в Китае. У нас есть места, где мы можем наблюдать людей, если они прибыли, допустим, вот недавно доложили мне два случая было. Наша девушка в Италии где-то там училась, в общежитии жила с девчонкой, и наша поехала домой. И обнаружили, что у той девчонки, с которой она жила, заболела она коронавирусом, вот вирус этот подхватила. Молодец, она до Польши доехала, позвонила срочно в Минздрав наш, поскольку мы просигналили на весь мир, обращайтесь, если что. Мы ее в страну не завозили, попросили поляков, чтобы была там несколько часов, выехали на границ, изолировали, взяли ее в инфекционку, поместили. Слава Богу, не подтвердилось, удивительно не подтвердилось, что она больная. Точно так был второй случай с иранцем. Приехал сюда, температура 37,3, покраснение в горле. Ну, правда, не кашля, ничего, тоже надо, у нас есть место, давайте его понаблюдаем. Нормально к этому люди относятся. Тихо, спокойно, без гвалта, без шума, но делаем то, что делают все. Границы, ну, ну, закройте границы, и что? Границы были закрыты, сегодня весь мир заболел коронавирусом. При таком глобальном общении это пустое, поэтому работайте тихо и спокойно, как вы сейчас боретесь с этим несчастным коронавирусом. Начнете вопить, шуметь, ну, как минимум маски в аптеках закончатся или подорожают в сто раз. Ну, мы, конечно, этого не допустим, не вопрос, но это же все пустое, люди пойдут эти лекарства, порасхватают, кто-то от этих лекарств отравится быстрее, чем от этого вируса. Поэтому надо работать спокойно, на опережение работать, но работать аккуратно, объясняя людям.